Добрый день, меня зовут Левич Валентина Николаевна, я вам предлагаю сегодня сделать маску. Чтобы сделать маску, нам понадобится бумага, не картон, но плотнее, чем обычная бумага, примерно 160 грамм на миллиметр, вот такая плотность бумаги. Листок бумаги. Маску можно использовать на праздники, калятки, например. И вот сейчас вас научу самым простым способом, это каждый сможет сделать. Вот листочек. Берем, но мы его просто вот так вот держим, тут не сжимаем, чтобы у нас осталось вот такое вот, вот это место не смятое. Дальше берем ножницы и сначала нужно сделать, например, нижнюю часть масочки. Вот, смотрите, например, мы решили, что у масочки будет вот такой вот подбородочек. Вот у нас. Таким образом у нас овал лица обозначился. Хотите остренький, хотите круглый, хотите квадратный, это вы уже сами решаете. Дальше. Опять этот же листочек, не сгибая, вот так же мы складываем. Решите, где будут глазки. Ну и как расположить. Если вот так вот располагаются прорези для глаз, то мы опять складываем, не преминая, складываем и начинаем вырезать прорезь глаз. Вот, например, вот такой. Сейчас разогну, посмотрите. Вот у нас получились вот такие глазки одинаковые. Дальше нам нужно сделать нос, вырезать нос. Для этого чуть пониже глазок мы вырезаем. Хотите, это прорезь для носика. Например, вот такой вот можно может быть. Вот, такой носик. Дальше нам надо сделать ротик. Хотите, нарисуйте сначала. Ну, я делаю обычно вот так, как бы. Так. Потом чуть-чуть, да, потом поворачиваю. Если улыбочка, то я, естественно, вот так вот уголочек вверх поднимаю и начинаю вот так вот вырезать. Вот. Получилась у нас вот такая вот масочка пока. Вот такая. Дальше. Вот эта часть верхняя. Можно придумать, что хотите. Хотите, вот можно сделать рожки, так как год ВК, нынче. Но можно просто какие-то узоры вырезать произвольных. Вот произвольный вот такой вот. Ну, вот тут разные окройки сделаем. Хотите, да, можно рожки, можно любую. Хотите корону сделать, это уже как вариант возможен. Вот получилась у нас вот такая вот красота. Дальше нам нужно сделать нос. У нас только прорезь есть, но нет самого носа. Для этого нам понадобится другой листик. Такой небольшой прямоугольник. Смотря какой вы нос хотите. Хотите побольше, делайте побольше. Я его складываю вот так вот в треугольничек. Так. И начинаю вырезать нос. Вот, например, такой нос. Так. Так. А дальше нам нужно отогнуть эти вот части. Вот так отгибаем. Вот так отгибаем. Так. Отогнули. Вот такой у нас носик. Приклеить надо вот эти. Термопистолетом, может, просто любым клеем. Только его еще и придется подождать, когда он высохнет. А здесь очень удобно. Вот носик готов. Вот смотрите. Носик. Дальше нам, это достаточно плоская маска, нам ее нужно сделать более объемной. Для этого я делаю вот здесь прорезь около глаз. Не до конца. С другой стороны делаю прорезь. Не до конца. Потом беру пистолет. Ставлю капельки клея. И вот так внахлёст чуть-чуть склеиваю. Вот так внахлёст. Так. С одной стороны. И точно так же с другой стороны. Смотрите. Ставлю вот так вот капельки. Наклеиваю вот так внахлёст. Вот посмотрите, маска уже у нас объем приобретает. Видите? Вот так вот. Вот такая маска. Можно сделать реснички, приклеить реснички, если хотите. Но для ресничек, вот я возьму, например, черный цвет и вырежу, чтобы они одинаковые были. Так. Вот эту часть я закруглю. И вот так вот вырезаю реснички. Так. Хотите черные, хотите другие, это уже как хочется. И вот эту часть вот так немножко откипаю. Леснички буду приклеивать вот таким образом. Так. Лучше всего термопистолетом он хорошо схватывает сразу. И реснички мы помещаем вот здесь. А можно вот так вот быть, вот такие реснички. Так. И точно так же вторую. Примерно на одинаковом расстоянии. Вот такие вот. Хотите вот так, извините. Хотите, ой. Хотите вот так, вокруг глаза. Попробуйте все. То есть уже тут все зависит от вашей фантазии. Дальше можно опять украшать вот эту масочку. Можно еще декорировать. Вот, например, у меня есть клей ПВА. Так как это у нас, в общем-то, маскарадная маска, можно придумать все, что хотите. Вот я клей ПВА, например, нарисую вот такие вот луры. Попробую с этой стороны такие же точно сделать. Вот. Смотрите. А тут еще что-нибудь добавлю. Какое. Бородку, может быть. О, надо было усы и бородку. Потом начинаю, да, постараюсь вот так вот посыпать блестки. Пока не высох клей, высыпаю вот такие вот блестки. Вот. Чуть-чуть потрясти надо, чтобы они рассеялись ровненько. Лучше делать над чем-нибудь, над бумагой, над газеткой. Поверечь, какая маска получается, интересночка. Можно вот здесь добавить. А хотите, хотите вот всяких блестящих штучек. Во лбу звезда горит, например. Вот. А если это корона будет, можно сделать корону. Каких-нибудь лодочек вот таких вот. Украшать так, как придумаете. Если у вас есть, например, всякие блестящие, всякая блестящая мишура, можно приклеить, и тут будут как будто волосы. И будет такая маска с волосами. Смотрите. Можно нарисовать, сломаться, а не что-то придумать. И чтобы одеть эту маску, нам понадобится с вами. Вот, то есть, украшение можете придумывать сами. Я вам такой вариант принадлежу. Чтобы масочку закрепить на лице, нужно нам вот такую резинку шляпную. Для этого померить можно вот так вот померить размер. Нужного размера резиночку отрезать. Вот так. И нам понадобится два прямоугольника, квадратки все равно. Мы с вами ставим клеевую вот такую точку. Так. Берем резиночку. Вот это на местечко лучше помещать. И приклеиваем вот так. Точно так же поступаем к другой стороне. Намазываем клеем. Хорошо. Капельки. Перестаняем сюда кончик. Резиночки. И приклеиваем. И так. И у нас получилась настоящая масочка. Вот такая вот. Вот такая. Можно одеть. И всех порадовать, повеселить. Пусть угадывает, кто у нас прячется за этой маской. Так. Чуть-чуть, как правило. Вот я вам предлагаю проявить фантазию. И сделать масочку. Вот такую. Можно любую другую. То есть вы вот придумывайте сами. Пожалуйста, творите. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...